Накануне в квартале художников, что на Монмартре и у подножья Эйфелевой башни, было особенно многолюдно. Гости, как обычно, любовались картинами, фотографировались мимами и наслаждались французской музыкой. А вот что удивило случайных гостей этого парижского уголка, раскинулся он на одной из центральных улиц Ставрополя. Вечер точно в Париже провела Анна Поляруш. Мы слушали Лондон, о композиторах и музыку Лондона, а вот сегодня Париж. А в марте будет Вена. Этот вечер в Ставропольской государственной филармонии стал вторым из серии музыкальной столицы мира и посвящен он звукам и ароматам Парижа. Дух Франции окутывал гостей уже на входе, некоторых в буквальном смысле. Помимо мимов создавали настроения самые романтичные столицы мира, уличные музыканты и художники. На один вечер самый длинный коридор филармонии превратился в Монмартр. Мы надеемся, что нашим зрителям очень понравится этот вечер. Мы постарались сделать антураж филармонии немножечко похожим. Вот вы видите, на Монмартр. Здесь у нас выставили свои картины художники. Это дети из нашей художественной школы. Они были на пленэре в Париже и оттуда привезли очень много работ. Ева – одна из юных ставропольских художниц, которым посчастливилось рисовать Париж с натуры. Потом уже дома вновь брать карандаши и передавать свои впечатления на бумаге. Вот эти две картинки. Я нарисовала одни из самых главных символов города Парижа. Триумфальная арка и филобашня. Просто мы ходили по улицам, вдохновлялись и рисовали вот эти замечательные картинки. Кульминацией французского вечера стало выступление солистов Санкт-Петербургского театра. Муз-комедии Оксаны Крупновой и Федора Осипова, а также симфонического оркестра. Музыканты исполнили отрывки темы самых известных балетов, опер и оперет, написанных Шарлем Франсуа Гуно, Жаком Афенбахом, Флоримоном Эрве и другими знаменитыми французскими композиторами. К слову, билеты на концерт были раскуплены еще за две недели до выступления. Так что желающим провести 18 марта вечер филармонии, словно в Вене, стоит поспешить с планированием досуга.